Триумф крымской идентичности. 20 марта 2014 года Госдума приняла закон о вхождении республики в состав России и образовании новых субъектов федерации. В то же время в Украинской Верховной Раде территорию полуострова называют временно оккупированной и поспешно пытаются заигрывать с крымско-татарским населением, при этом напрочь забыв о других народах, населяющих многонациональный Крым. Подробности в спецрепортаже Юлии Орловой. 20 марта 2014 Государственная Дума России приняла федеральный конституционный закон о принятии Крыма в состав Российской Федерации и в образовании новых субъектов страны Крыма и Севастополя, города федерального значения. Одновременно украинский парламент принимает в первом чтении закон о Крыме как о временно оккупированной территории и заявляет о гарантиях прав крымско-татарского народа в составе украинского государства. В этом вся суть духовных наследников мазипинско-бандеровской идеологии. О гарантиях остальных народов, населяющих полуостров, никто никогда не вспоминал. О правах русских в Крыму, если, не дай бог, кто-нибудь посмел бы заикнуться в последние 20 лет, то моментально попадал в список так называемых профессиональных русских и подвергался прямо-таки бичеванию. Впрочем, русское движение в Крыму худо-бедно было всегда. А формироваться оно стало, не поверите, нет, не в лихие 90-е, а гораздо раньше, в 50-е, после передачи Крыма из состава Российской Республики в соседнюю, украинскую. Именно в это время, в самой середине 20-го столетия, в гражданском сообществе Крыма формируется своя среда с крымской идеологией и крымским менталитетом. И все это было в рамках Украины и в какой-то степени вот таким сопротивлением нахождения в составе Украинской СССР. Сопротивлением совершенно мирным, понятное дело совершенно неполитизированным, скорее таким вот культурным. Но когда в политику стало можно играть, оказалось, что Крым к этому готов. То есть в данном случае Крым, вот он показал свою уникальность. Совершенно неудивительно, что в 2014 году вот этого чуда произошло. То есть, ну сейчас уже как бы задним числом, когда все происходило, то вот просто действительно это было такое вот ошарашенное чувство, как это вот с нами происходит, на наших глазах, да еще с нашим участием. То есть это чудесные какие-то вещи, бэкграунд такой, да, который вот проявился в этот момент. Вот, и все сработало, все оказалось как бы к месту. И автономия даже в ее таком ничтожном состоянии, и готовность общества, вот эта его всегдашняя готовность поддержать Россию. Поддержать такой российский выбор Крыма, он действительно как бы вот такой тренд является, пожалуй, крымской национальной мечтой. В период украинской оккупации, именно так хочется назвать 23-летнее пребывание Крыма в удушающих объятиях незалежной, лидерам русского движения пришлось, ой как непросто, с одной стороны чудотворцы-самостийники, а позднее нацисты-бандеровцы, а с другой – милейшие люди из Меджлиса, устраивающие бесконечные провокации от крестоповалов и штурмов православных святынь до откровенных нацистских призывов и буквальных противостояний. Но русские выстояли. Я всегда чувствовал себя русским человеком, всегда говорил о том, что моя родина – Россия, мой язык – русский, моя культура – русская, моя история – это история российская. Я всегда очень критично высказывался в отношении Украины. Мне очень часто задавали вопрос, почему вы там не любите Украину, мне так часто спрашивали. Я всегда отвечал о том, что, ну, дело в том, что не только во мне проблема, а проблема, прежде всего, в Украине, потому что это Украина не любит нас, русских. Не голодовую. Да, она не любит нас, русских, она не уважает наши права, наши интересы, она не любит нас, мы, соответственно, не любим ее. Вот если бы она любила нас, наверное, того, что произошло в 2014 году, и не было. Если бы она любила русский язык, который формировался на территории Украины, если бы она любила русскую культуру, нашу отечественную историю, то она не пошла бы тем путем, которым идет сегодня, и не стала бы на путь разрушения. Она фактически разрушается как государство. Поэтому я скажу, что мне не было сложно, несмотря на то, что я был, ну, вроде бы, вечным оппозиционером. В контексте русского чуда, крымской весны, это тот редкий случай, когда не можешь согласиться с великим Федором Михайловичем. Широк русский человек, я бы сузил. Юлия Орлова, Алексей Романов, Михаил Басов, Катерина Пескунова и Юрий Рябов. Специально для Первого Крымского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова